Статистика сегодня показывает, что мы живем в мире, в котором намного меньше насилия, намного меньше грубости, намного меньше жестокости, чем еще было в недавнем прошлом. Мы живем в более удобном, в более комфортном, в менее грубом мире. Однако количество людей, которые все время оскорбляются, не уменьшается количество этих людей. И, заметьте, в последнее время стало очень легко кого-нибудь оскорбить. Раньше как-то к этому относились нормально, а теперь мы такие все стали с вами гиперчувствительные, особенно верующие. Оскорбить чувства верующих сегодня просто проще простого. Очень легко мы оскорбляемся. Очень легко. Причем люди оскорбляются от фраз, от каких-то шуток, на которые раньше обычно люди даже не обращали внимания. А сегодня это такие психологические травмы приносят нам. Почему же люди, словно, стали более чувствительны? Все дело в том, дорогие, что если количество реальных проблем уменьшается, то проблемами начинают считать то, что раньше проблемами этим же людям не казалось. Поэтому, словно, знаете, вот эта категория проблем все время, все время увеличивается. Мы, современные люди, живем чаще всего в таких условиях, в которых раньше даже короли не жили. Сегодня почти у каждого из нас дома из стены бегут холодная и горячая вода. Просто подошел, даже не надо там никакие вентили открывать. Просто раз, раз, пошла тепленькая вода. Можешь помыть руки. Раньше такого не было. Королям нужно было там сообщать, там нужно было бежать, нагревать, смешивать. Это требовало времени. Сейчас ты за пару секунд можешь иметь нужную тебе воду. Сегодня у нас есть удобный туалет, прямо рядом вот со своей спальней. Не нужно никуда бежать, через двор, к леску. Прямо здесь. Причем он не просто находится рядом. У королей тоже бывало не так далеко. Но, что интересно, он практически не пахнет. Ну, если, конечно, за ним ухаживать. Это тоже не очень сложно. То есть мы живем в таких условиях просто комфортно. Мы садимся рядом в машину. Да, на удобное сиденье. Мы включаем кондиционер. И летом ты можешь ехать в машине, там за окном 30, плюс 30, плюс 40 градусов. А у тебя комфортная температура в машине. Живем в таких условиях. Или наоборот, зимой садишься на улице, минус 30. А у тебя тепло в машине. И еще подогревает сиденье. И сзади им подогревают тоже, чтобы не один ты радовался. И что? Мы с вами стали счастливее? Нет. Проблем стало меньше? Нет. Потому что, ну как же так? Если раньше там люди считали за счастье просто крышу над головой. Сегодня часто люди едут на курорты, там заезжают в эти отели. Скольки-то там звездочные. И все. Огромное количество недовольных. Не туда окно вышло. Не так одеяло заправлено. Это не просто какие-то, знаете, придирки. Люди по-настоящему страдают. В современном мире. В депрессии впадают. Раньше я помню, меня там, когда старшее поколение нас воспитывало, детей в 70-80-е годы. А, знаете, так вот тебе под затыльник пошел. Побежал в школу. Сейчас там слово скажешь, как можно было так меня обидеть? Эта травма на всю жизнь. Я не знаю, сколько десятков лет мне нужно с психологами это разбирать. И поймите, они не играют. Им на самом деле плохо. Они на самом деле впадают в реальные депрессии. У них по-настоящему панические атаки. Это бич нашего времени. Думаешь, да какие панические атаки? Мы такие иногда со своими детьми говорим. Я говорю, дочки, у вас в детстве были только одни проблемы. Что масло было слишком жирное, может быть. Говорят, папа, ты не понимаешь. Я знаю, что они говорят правду. Им реально. Потому что проблемы уходят. Сегодня наши дети могут есть те фрукты, о которых мы не только не мечтали в детстве, и мы о них и не знали даже. А что, они стали намного счастливее? Условия лучше, комфорта больше, депрессий также больше, подавленности также больше. Почему, почему проблемы никогда не заканчиваются? Да потому что даже когда люди решают серьезные проблемы, после этого они начинают видеть проблемы там, где раньше они не видели никаких проблем. И в итоге всю жизнь количество проблем остается неизменными. И хотя эти проблемы уже совершенно другие, но наш мозг реагирует на них точно так же, как раньше. И уже вот пересолили суп с утра там, или каша там какая-то вот несладкая с утра. И все, день испорчен. Все плохо. Будущего нет. Что такое? Все из рук валится с самого утра. Да там предыдущие поколения, они не мечтали жить так, как ты живешь. Им были бы смешны эти сложности, которые у тебя. Но нет. Мы в действительности так расстроены. Потому что, я говорю, мозг, он вот нацелен на выискивание проблем. Нацелен, нацелен. Поэтому, дорогие верующие, вот каждое поколение верующих, почти что, вот изучаешь историю церкви, почти что каждое поколение верующих ожидает конца света. Знаете почему? Потому что так ужасно, как сейчас никогда не было. Ужасно. Мы недавно с верующими переписывались одними. Говорят, Виктор, ты не понимаешь, ужасы, которые сейчас, это просто самые ужасные ужасы из всех ужасов в истории человечества. И когда я говорю, послушайте, ну, конечно, я не говорю, что сейчас сложности нет, поймите. Но еще не так давно, если мы там вспоминаем Вторую мировую войну, но это было несопоставимо. Там десятки миллионов людей погибали. Десятки миллионов людей. Но все равно нам кажется, что так ужасно, как сейчас, не было никогда, все признаки конца времени налицо, и мы только в недоумении, что же он задерживается. Как все поколение верующих, они всегда что-то он задерживается. Ведь уже скоро, уже часы вселенной показывают, что уже вот-вот-вот, уже полночь близится, а Господа все нет. Куда же он тут? Запропастился-то. Почему? Ведь так ужасно еще не было никогда. Просто апокалипсис наяву. И это кажется одному поколению, другому поколению. Вроде бы, знаете, жизнь-то улучшается. Реально улучшается. Комфорта все больше. Но наше недовольство не исчезает, потому что такие же ужасные проблемы, нам кажется, как и всегда. И точно так же, дорогие, когда вот верующие приходят в церковь, вот верующие приходят в церковь, были такие ужасные проблемы, долги там, кредиты глупые всевозможные, зависимости, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, лудомания, просто жизнь летела в трубу. Пришел в церковь, Бог начинает освобождать тебя, пить перестал, наркотики употреблять перестаешь. время в пустую, за играми перестаешь. С финансами все решается. Вы знаете, на какое-то время верующие радуются. Это называется первая любовь. А потом мозг начинает снова выискивать проблемы там, где ты раньше никаких проблем не выискивал. Благословений не так много. вот с этой стороны веселился, с этой еще нет. Вот тут хорошо, а там не очень хорошо. И через некоторое время смотришь на этого верующего брата или на эту верующую сестру, и он снова в таком же подавленном состоянии, что был и до покаяния. Ты приходишь к ним, говоришь, а в чем дело, в чем проблема-то? Он говорит, да, Виктор, у меня столько проблем. Подожди, у тебя вот раньше были проблемы, так проблемы. Долги были, кредиты были, работы нормальной не было, семьи нормальной не было. Был одинокий, был никому не нужный. Сейчас, смотри, у тебя и работа есть, и с финансами все решено, и семья образовалась. О, Виктор, жена мне улыбается не так часто. Дети вообще непослушны. Ты раньше о детях мечтал, хоть какие бы были, а теперь недоволен? Да, конечно, может быть, долгов у меня и нет, но Мерседеса тоже нет. А жить без Мерседеса я не могу, пастор. Тоска. Ведь как не пойду по центру Екатеринбурга сплошные иномарки. Один я не в Мерседесе еду. Как же можно улыбаться-то? И вот, дорогие, вот все время это происходит. Почему? Да потому что мы обмануты нашим плотским разумом, который всегда выискивает сложности. Уже пропали синие кружки, так уже ближе к фиолетовому тебе кажутся за синими, причем не менее синими, чем раньше синие были. Уже грозных этих лиц нет, как было раньше. Но теперь тебе грозными считаются, такими же грозными, те, которые раньше ты за грозные не считал. Знаете, вот как в обществе, там где все такие вежливые, все такие приветливые, если вот в таком обществе, где все вежливые, приветливые, так вот посмотришь строго, человек считает, это ты чего на меня так посмотрел? Это просто оскорбительно. Твой взгляд выражает агрессию. Ты абьюзер? А когда этот же человек оказывается в обществе, где реальное хамство, где реальная агрессия, где реальная враждебная атмосфера, то точно такой же взгляд ему уже агрессивным не кажется. Понимаете? То есть насколько плотский разум нас обманывает. Вот поэтому один находится в тюрьме, рисует сердечки, улыбается, шутит. Другой едет в машине с кондиционером, недоволен, все у него плохо, все не так. И жизнь напрасна, и радости нет, и мира нет никакого в душе. И тот еще из тюрьмы посылает ему послания, наполненные вдохновением, ободрением, но никакие послания не срабатывают. Если мы не осознаем, дорогие, да часто проблемы в нашей жизни никогда не заканчиваются, потому что эти проблемы находятся не вокруг нас, как нам кажется, эта проблема находится здесь, в нашем разуме. Причем, послушайте, я совершенно не говорю о том, что нужно надеть розовые очки и смотреть там все таким, знаете, с оптимизмом все лучшее, в этом лучшем из миров так вот ходить. Нет, не об этом я говорю. Конечно, бывают проблемы, конечно, бывают сложности, но надо уметь видеть реальность, а не пребывать в иллюзиях, потому что иллюзии бывают как оптимистические, так и пессимистические иллюзии. И очень часто мы не видим реальность, мы поддаемся нашему разуму, который настроен на, чтобы все время было одинаковое количество сложностей. Одни решаются, новые появляются. Откуда появляются? Да потому что раньше эти сложности сложностями не казались, но не терпеть же.